МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! Вы смотрите актуальное интервью. В нынешнем году 25-я годовщина со дня вывода советских войск из Афганистана. Мы гордимся подвигом афганцев, верных присяге. Их стойкость и мужество достойны уважения и почитания. В этой войне участвовало более полумиллиона советских военнослужащих. В потере Советского Союза 15 тысяч солдат и офицеров. 71 афганец получил звание Героя Советского Союза. Из них 25 посмертно. Среди награжденных орденами и медалями 1350 женщин. Вообще женщины ограниченного контингента в сражениях не участвовали, потому оказались, что называется, за кадром хроники афганской войны. Однако им не понаслышке знакомо понятие афганский синдром. Их, как и офицеров и солдат, обстреливали реактивными снарядами. Они погибали в сбитых транспортных самолетах и вертолетах. В преддверии дня вывода советских войск из Афганистана мы пригласили в нашу студию участника боевых действий, председателя общественной организации «Союз ветеранов Афганистана» и других локальных войн и конфликтов акционерного общества ЗАС Нину Гурскую. Гурская Нина Николаевна родилась в Запорожье. Образование высшее окончила Днепропетровский экономический техникум, Запорожский институт государственного и муниципального управления по специальности социолог, социальный работник, а в 2009 году получила диплом специалиста психолога в КПУ. В 18 лет проработала маркетологом и инженером на Запорожском автозазе. Уже 15 лет возглавляет общественную организацию «Союз ветеранов Афганистана Запорожского автомобильного завода». Проходила службу в Афганистане с 1984 по 1986 год. Здравствуйте, Нина Николаевна. Здравствуйте. Сколько лет Вам было, когда попали в Афганистан? И вообще Ваши мысли, о чем думали, когда попали на войну впервые? У меня было немногим больше за 20. То есть была совсем еще молоденькая. Я училась на то время в институте довольно престижном, работала, училась на вечернем. Но мы уже знали тогда, что там идет война. Уже одного моего одноклассника при Лиценковом гробу. То есть уже к 1986 году вся страна знала, что это война с потерями, с кровопролитием. Но тем не менее шли записываться в военкомат. И я тоже пошла записаться в военкомат для того, чтобы попасть, служить в Афганистан. Почему? Потому что была храбра и отважная? Ну, вряд ли. Я и сейчас себя не считаю храброй. Ну, вот, наверное, было какое-то желание испытать себя, что-то. Ну, мы воспитаны были на таких книгах. Мы все были комсомольцами. Вот считалось зазорным, наверное, трусость. Я не могу сейчас объяснить, почему. Но мне это было интересно. Хотелось все-таки как-то себя проверить. Чем запомнился вам Афганистан? Это страна контрастов, сумасшедших контрастов. Вот ранней весной это такая красота. Это сопки цветущие. Это какая-то зелень, трава. И вдруг два месяца, и все выжженное, безжизненное. Там очень активное солнце. Вызревают фрукты. Можно таких фруктов вкусных, вот таких сладких, я никогда в жизни не пробовала, как там в Афганистане. Можно снимать три урожая. И при этом очень рано стареют люди. Мужчина в 40 лет, это уже... Мне тогда казалось, что это древний старик. И вот старик покупает себе жену. Жены там продаются. То есть вот первая картина, которую я увидела, когда первый раз ехала в колонию, идет беременная девочка, подросток, ну лет 12, с огромным животом, с котомкой за плечами. Она еще несет на руках грудного ребенка. А мужчина, ну я думала, что это древний старик, два зуба, такая бороденка белая весь в чалме. Он едет на ослике и еще подгоняет ее прутиком. То есть, ну столько я всего увидела то, что для нас не присуще. Вот мы как бы... Всегда у нас было равноправие мужчин и женщин, да. А там все немножечко по-другому. Нина Николаевна, ну вообще солдатская служба, она состоит, наверное, не только из трудностей, из каких-то забот. Еще были, наверное, какие-то светлые, радостные моменты. Что такого можете припомнить? Вы знаете, счастливого, радостного было больше. Я вообще по жизни оптимистка. Но самое радостное, самое счастливое, это, конечно, были письма. И вот видишь, летят вертушки, сейчас поедет машина за почтой, и, наверное, тебе, может быть, повезет и сегодня получишь письмо. Вообще мы старались делать друг другу какие-то такие мелочи, которые делали человека счастливым. Ну, например, делали торты. Знаете, там питание, все было в консервах, из консервов, да. Приготовление борща из консервов, я это запомнила на всю жизнь. Сейчас, наверное, такое сделать не могу. А тогда мы могли все это сделать из консервированной картошки, тертая там свекла и так далее. Но торты мы испечь не могли, нечего было. И мы их делали из печенья. И каждому дню рождения солдат мы старались как-то поздравить. Пусть шоколадка. Все равно вот как-то у нас небольшая была разница в возрасте, один-два года. И мы дружили. Действительно, это была настоящая дружба. Вот сейчас многие спорят, может ли быть дружба между мужчиной и женщиной. Да, конечно, может. Потому что самые лучшие друзья у меня были там. И цветы дарили, и тюльпаны первые дарили, и маки первые. Ну, много чего такого было интересного, о чем сейчас просто приятно вспомнить. Вспоминаешь и улыбаешься. В чем заключалась вот ваша служба? Я работала на складе. Хотя по направлению я туда поехала. Заведующий столовой. Оказывается, это очень была престижная должность. Я до этого работала товароведом базы снабжения 300 столовых и ресторанов. В Кривом Рогу. Как бы, может быть, там сейчас принято. Вот мы же смотрим, американцы показывают. Да, служба в армии – это не только престижно, но и выгодно. Тогда об этом вообще как-то никто не думал. И мы не получали там каких-то больших денег, там каких-то льгот. Об этом вообще тогда никто не думал. Случилось так, что я пошла работать кладовщиком. Ну, наверное, такой несговорчивый характер. Молодой девушке там сложно в мужском коллективе. Я думаю, что здесь ничего добавлять не надо. Да, гораздо меньше зарплата. И, наверное, ну я была в складе, я сама себе была хозяйкой, и я могла выезжать в колонию. Я иногда экспедировала грузы. Ездила 602 батальоном. Понимаете, когда человек находится на такой территории, где вот сейчас ты разговариваешь с ребенком, и если ты повернулся спиной, не факт, что в тебя в спину не выстрелит этот же ребенок. И когда ты едешь в колонию, вот я до сих пор с ужасом понимаю, как переживали парни, как они боялись, когда первый раз ехали с наливниками. Потому что один выстрел, и ты превратишься в факел. Понимаете, где-то в горах ты же не знаешь, где кто-то в тебя целится или нет. Человек нормальный, он, конечно, боится. Нет людей, которые бы сказали, да, я ничего не боюсь, мне не страшно. Боятся все. Это нормально. Но когда человек подавляет свой инстинкт самосохранения, и слишком долго подавляет его. Вот служба солдат проходила срочно полтора года, немного больше. И вот за все это время он настолько привык это все в себе подавлять. Нельзя плакать, нельзя жаловаться. Все одного возраста. Нужно как-то переживать вместе эту ситуацию. И потом эти последствия необратимы. Вот это и называется афганский синдром. Потому что психика сжата до предела в пружину. И эта пружина может когда-то выстрелить. Конечно, мне было страшно. И скучала тоже я за домом. И плакала. Хотя у нас было мало женщин в полку. И к нам очень хорошо относились. И бережно. И я не могу сказать, что мы попадали в какие-то такие ситуации, чтобы было чего бояться. Мы знали, что всегда есть тыл надежный, что нас охраняют, что вокруг мужчины. Это, конечно, успокаивало. Но что такое модуль, в котором жили? Он сгорает за пять минут. Не успеешь выскочить. Вот что такое? Ну, много таких было нюансов, чего, наверное, стоило бояться. Но в молодости не все это осознаешь. Говорят, что героями не рождаются, а становятся. Можете вспомнить вот таких героев, которых вы ассоциируете именно с Афганистаном? Героизм, по-моему, по моему мнению. Может быть, я кого-то обижу. Это, наверное, и те девочки, которых я видела в госпитале, которые после операции стояли много часов. Они были медсестрами операционными. А потом шли сдавать кровь и шли по стеночке. И кровь ведь сдавали мы не так, как положено раз в два месяца, а когда было нужно. Вот, наверное, это тихий, спокойный, но героизм. Героизм – это, наверное, в такую жару стоять у плиты, готовить обед, чтобы он был вкусным. Наверное, героизм… Я сейчас говорю о женщинах, да? Хотя, может быть, не стоит считать их героем, но мое мнение такое. Героизм – это когда девчонки везут на аэродром, зная, что там сегодня, возможно, опять будут обстреливать, везут завтрак летчикам. Наверное, это героизм. Но героизм, прежде всего, это солдат, которым они должны выполнять приказ. Они принимали присягу. Страшно, не страшно, хочется, не хочется. Надо идти и делать то, что ты обязан делать. Но самый высший героизм для меня проявления… Это вот после войны мы встречались с ребятами, с офицерами молодыми. И вот один из них сказал такую очень важную фразу. «Я счастлив тем, что за всю свою службу, много раз мои ребята шли на боевые, я их отправлял, я шел с ними. Я счастлив тем, что я ни разу не написал ни одной похоронки. Были раненые, но ни одной похоронки». Понимаете, вот это вот героизм. Знать, что ты ответственна за счет жизни, спасти этого ребенка, пусть он младше тебя всего лишь на несколько лет. Но понимать вот эту ответственность и не допустить гибели. Вот еще интересно, какой-то подвиг афганца. Есть у вас первое, что приходит на ум? О подвиге расскажите. У меня много таких, можно сказать, приятелей, друзей. Которых я считаю, что они совершили подвиг. Есть люди из других областей. Есть люди, которые ценой своей жизни спасли других. Мы когда-то, в прошлом году, кстати, гнедесантником мы готовили такой сюжет об Андрее Голочапове. И вот я все время вспоминаю об этом парне. И когда встречаемся мы с детьми в школах, когда встречаемся с молодежью, и когда приезжаем к памятнику, я спрашиваю и себя, и ребят. Вот скажите, вот мы много говорим о подвиге там, в заголе. А вот представьте себя, вы в БТРе подбитом, вы горите заживо. И при этом не думать о боли, не думать о себе, не думать о том, что дома одна мама осталась. И при этом думать о том, чтобы ребята отошли, чтобы унесли раненых. Ты понимаешь, что ты погибаешь. Вот смог бы кто-то так. Наверное, человек в этой минуте не думает ни о ком, ни о себе, а думает прежде всего о тех, кто с тобой в бою. Наверное, подвигом, я считаю, вот я недавно узнала судьбу Никифоровича Сергея. Его супруга, это семья погибших в нашем районе, которым мы занимаемся этими семьями. Так вот, парень, младший лейтенант, всего 24 года. В Союзе ждет молодая жена, маленький сын. И вот он сделал за полгода всего лишь, это 80-й год, он погиб в июне. Но до этого он спас 42 человека раненых. 180 часов налета. И очередное задание, они только прилетели, опять сказали, на задание, группа мятежников большая, и наших ребят надо прикрыть, надо им помочь. И он снова вылетает. Что такое вертолет? Это живая мишень, лететь на бреющем. И все равно этот молодой парень вместе с экипажем летит, чтобы поразить противника. Они убивают 18 мятежников, но сбивают крупнокалиберным пулеметом этот вертолет, и гибнет весь экипаж. Вот это для меня подвиг, потому что ценой своей жизни он спас кого-то. Вот напрашивается такой вопрос современности, я бы сказала. Сегодняшнему поколению молодому говорят, как-то всегда хочется откосить от армии. Поэтому и мой вопрос. Вот ваши отношения, что бы вы пожелали, или сказали бы, или хотели бы видеть в современной молодежи? Вы думаете, они готовы сегодня были бы на такие поступки, подвиги? У нас очень замечательная молодежь. Я как психолог работаю с подростками, школьниками. Действительно удивительная, замечательная молодежь. Готовы. Несмотря на то, что как бы нас там американщины этой не насаждали мнение свое, что все покупается, все продается, и многие думают, что сейчас скажи, что на войну сразу будут спрашивать, а сколько это будет стоить, и какие будут льготы. Я знаю, что много таких, которые бы с удовольствием служили и не косили бы от армии. Армия другая. Качественно другая, к сожалению. Разве это армия, если родителям нужно подкармливать детей, возить туда медикаменты, покупать одеяло, платье компьютер или лампочек, понимаете? Это уже не та армия. Но хочется пожелать всем ребятам, кто все-таки хочет служить, и будет служить. А самое главное, сохраняйте чувство собственного достоинства и гордость за свою страну. И тогда перенесете все тяготы, ну и, конечно, заниматься спортом. Нина Николаевна, у каждого человека своя судьба. Какие-то свои события происходили в нем. И вообще для воинов-интернационалистов что-то прекращается в жизни с выходом на заслуженный отдых. Они уходят, можно сказать, на пенсию молодыми. Или продолжается вот это патриотическое воспитание день за днем, независимо от того, проводят ли они такую работу в школах или просто по жизни воспитывают молодежь. Насколько это важно для самих интернационалистов? Вы знаете, общественная работа, она же бесплатная. И ничего она, в принципе, не дает. Кроме того, что не можешь без этого. Кто-то же должен это делать. У нас есть такой замечательный человек, полковник запаса, Сопин Борис Григорьевич, который, вот его никто об этом не просит. А он вот буквально несколько дней назад принес список всех участников боевых действий в Запорожье, кто в какой школе учился. Потому что мы проводим встречи со школьниками. Детям это нужно. Нужно кому-то из первых уст об этом рассказывать. И таких людей очень много. Общественная работа, она, наверное, нужна прежде всего для тех людей, которые неравнодушны. Которые считают, что нужно что-то делать. Нужно что-то менять в лучшую сторону. И не просто будут сидеть в уголке и брюжать. Ой, как все плохо. И армия не та, и все не так. И страна, может быть, не такая еще что-то. А те, которые, ну, может быть, сейчас не так, но если не я, то кто? Конечно, у меня в организации сейчас, к сожалению, очень мало людей. На заводе осталось 26 человек. Когда-то была организация больше 100 человек. Ну, за последнее там время сокращение, увольнение и так далее. Но если мы что-то организовываем, участвуют все. На памятник приходят все. Афганские. Ну, и так, самое главное, ведь для чего созданы эти общества афганские, да, общественные? Для того, чтобы доносить информацию. Прежде всего. Потому что информирован, значит, вооружен и защищен. Правда? Для того, чтобы сохранить дружбу, для того, чтобы встречаться и общаться. Ну, нужно это. Насколько тяжело афганцу, придя с войны, адаптироваться к современному обществу? Было тогда. Понимаете, вот в одном фильме, старом, да, в фильме «Доживем до понедельника», по-моему, была такая фраза «Счастье — это когда тебя понимают». Вот, к сожалению, не все понимали. Может быть, и к счастью не все понимали. И до сих пор не все члены семьи, не все жены знают до конца, что пришлось там пережить. То есть, ровесники, которые были здесь 20-21 год, они, наверное, остались еще мальчишками, а парни, пришедшие оттуда в таком же возрасте, казалось, что они уже прожили три жизни. То есть, столько всего переоценено, пересмотрено. Вот, там практически не было подлецо, потому что все как на ладони. Ты не можешь кривить душой, ты не можешь врать, подлечать, там, воровать или еще что-то. Это невозможно, потому что все вот открыто, все обнажено. Все нервы, все чувства. Поэтому, конечно, к сожалению, кто-то и фразу такую придумал, мы вас туда не посылали. И много неприятных моментов, но все-таки больше хороших. Потому что все равно мы смотрим, как на памятник приходят люди каждый год все больше и больше. И цветы возлагают, и уважают родителей погибших, и уважают наших ветеранов, которые приходят с медалями. К сожалению, они стесняются одевать свои награды, свои медали. Как вы пришли к общественной работе? Ну, опять же, тот же принцип, если не я, то кто? Конечно, мне не хотелось руководить мужчинами, но так сложились обстоятельства. В районе было более 700 афганцев. Был сначала Владимир Гергель, председатель коммунарской организации. Затем я была исполняющей обязанности, затем заменила, стала председателем. У нас есть главное, понимаете, самое главное, это, наверное, семьи погибших. Те люди, которые потеряли в жизни самое основное и вообще цель жизни. Сколько таких семей в Запорожье сегодня? На сегодняшний день членов семей погибших, это и дети, и вдовы, и родители, осталось 63 человека. Еще на 1 января было 67. То есть, они уходят из жизни, к сожалению, потому что и возраст, и перенесенные испытания вот такие, что какое-то горе, это невосполнимая потеря, понимаете. И надо кому-то вместе с ними. Вот наша организация всегда 15 февраля мы с утра едем на кладбище. У нас там 11 захоронений воинов-интернационалистов. Ребята едут с ними. У нас есть березки, посаженные возле каждого дома, где живет семья погибшего. Мы сначала возле березок возлагаем цветы, затем цветы возлагаем на кладбище, а потом все едем на обеде к памятнику воинам-интернационалистам на Аллее Славы. У нас, наверное, самый лучший памятник вообще в Украине, и я этим горжусь. Запорожье, наверное, один из самых лучших городов, и, наверное, самое лучшее отношение во многом вот именно к участникам боевых действий, к семьям погибших. Какие мероприятия организуют, в каких участвуют мероприятиях наши воины-афганцы? К чему хотели бы вы призвать, приобщить запорожцев? Мне бы хотелось, конечно, лично мне больше снимать видеосюжетов, больше показывать правды, снять, наверное, еще не один фильм. И, к сожалению, мало. Не доносят они полной информации, мало литературы, мало выпускается стихов, а ведь очень много ребят писали стихи. И вы писали стихи. Юра, Шкетун. Ну, я писала, да, но это абсолютно не то, что пережили люди в бою, и когда они это пишут, понимаете, это строки, написанные кровью, они написаны на дно дыхании, они написаны так, что мурашки по коже. То есть это правда жизни, это те чувства, те эмоции, они переданы в строках стихотворных. Я считаю, что надо, конечно, больше встречаться с молодежью, больше разговаривать с детьми, больше проводить спортивных мероприятий, где мы должны участвовать, не просто там на приз погибшего афганца, воина-интернационалиста, а больше каких-то радостных таких должно быть моментов. И приобщать молодежь к этому, чтобы они хотели служить, чтобы они гордились своей страной. Хотелось бы больше вот такого. А мне бы хотелось, Николай, сегодняшнюю программу закончить на какой-то лирической ноте. Я знаю, что какое-то припасено у вас стихотворение, которое должно тронуть во всяком случае не только нас, а и наших зрителей. Ну я, наверное, буду не о лирике, а есть у меня такие стихи, написанные там. Они касаются, наверное, каждого, кто был в Афганистане, независимо от того, где и кем он служил. На кухне, прачкой, уборщицей, или в бою воевал, или летчиком был, но постоянно во снах мы туда возвращаемся. Пусть это были самые страшные годы, самые тяжелые, но они все-таки были самые счастливые для каждого. Вспоминаем, это наша молодость, это самые, наверное, лучшие годы в жизни. Все так говорят. Если бы случилось что-то, мы опять бы туда вернулись. И всех мучает бессонница почему-то. Когда начинаешь вспоминать, или увидишь фильмы, или пообщаешься с ребятами, то, наверное, не спишь недели две. И вот такие у меня стихи «Память мне не дает покоя». В каждом сне и на той войне, где мальчишки стали героями, опалив свою юность в огне, не забыть мне дорог афганских, скромных памятников среди скал, и в присылах тюрбанов душманских, и раздавленный танком дувал, нам не надо читать морали, не надо учить нас жить, жизни всякой мы повидали. И добытые кровью медали, и парней, что под пулей вставали, не успев до рассвета дожить. Пуля дура, да, выберет лучшего. Богу мразь, говорят, не нужна, потому лишь от случая к случаю самых лучших вносит война. Память мне не дает покоя. В каждом сне на той войне, где мальчишки стали героями, опалив свою юность в окне. Это не полные стихи, не полная версия, но… Ну, стихи, которые, думаю, тронули и наших зрителей, и, возможно, такие программы, как сегодняшняя наша программа, должны выходить чаще. Вот тут я, наверное, с вами соглашусь о героях, о подвигах и вообще о том, на что способен молодой человек в своей жизни. Нина Николаевна, мы, в свою очередь, благодарим вас за эту встречу. Поздравляем вас с наступающим праздником. Все-таки день вывода советских войск из Афганистана еще такой нюанс. Для вас это праздник был? Вы хотели бы, чтобы поскорее он наступил, когда служили? Да, хотелось домой. Все мечтали о доме, все вспоминали Украину, Россию, Белоруссию, Казахстан, кто, откуда пришел служить. Ностальгия. Я знаю не понаслышке, что это такое. Надеюсь, что эти памятные дни, вот мероприятия к этой памятной дате все пройдут успешно с вашей помощью. Спасибо вам большое. Я хочу всех поздравить с наступающим праздником, который скоро будет 23 февраля. Хочу поздравить всех мужчин, всех молодых парней с этим замечательным праздником, который мы все равно празднуем. Сколько себя помню, столько он для нас актуален. И желаю вам счастья, здоровья и интересных новых свершений в жизни. А также хочу пригласить всех зрителей, чтобы обязательно пришли к нам к памятнику воинам-интернационалистам. 15 февраля в 11 часов дня начинается митинг. Пожалуйста, приходите, мы вам будем очень рады. Спасибо, Чурас, Нина Николаевна. Всего хорошего. Спасибо. Вы смотрели актуальное интервью. Сегодня мы говорили с председателем общественной организации «Союз ветеранов Афганистана и других локальных войн и конфликтов акционерного общества ЗАС Ниной Гурской». Редактор субтитров А.Семкин